Всем привет, я Миконтос, мой новый влог. И сегодня у меня будет фотосессия фэшн-бот. Сейчас я еду на макияж, потом меня и мою подругу Настю, тоже, которая на модельном направлении, мои родители повезут в фотостудию. Я сейчас немножечко путаюсь, потому что я не знаю, я не посмотрела, когда едет мой автобус. Я что-то, ну, блин, короче, я себя чувствую еще плохо. У меня слабость какая-то, ну ладно, окей. Сейчас то, что иду на остановку и буду ждать автобус. Я стою уже минут 10 и жду автобуса. Вот я вышла поезде. И вот я вышла с 17-го и иду к визажисту, потому что, да, и в прошлый раз. Идем. Я иду тютельком, тютельком, то есть я могу даже опоздать там буквально 2-3 минуты, не больше. Вот, так что сейчас осторожно переходим через пешеход, который не работает. Итак, вот я уже подхожу к флоро-центру. Вот, ну просто это обозначение, куда, где поворачивать вот это здание. Я уже запахалась, потому что очень сильно боюсь опоздать. Ну, извините, я вышла и так заранее, но автобус почему-то пришел не через 12 минут, а через 15. Вот эти 3 минуты играют роль. Ладно, все, заходим. Вот опять этот цвет. Вход, который мне... Ой, блин, я даже не прохожу. Ой, ужас. Хотя есть еще и вот такой. Но все равно тут достаточно низко. Не очень долго. Я, честно, боюсь стукнуть за головой. Все, могу ходить. Полная рост. Вот мы пришли. Здесь разные помещения. Вот фотостудия. Вот было бы классно, здесь сделали макияж, а здесь же фотостудия. Но нет, блин. Нам надо береться. Другой конец Владимира, который вообще... Ну, там мало живет население, а там глухое место, короче. Туда автобусы даже, ну, не все ходят. Дайте мне дыхалку, пожалуйста. Не могу. Очень сильно почему-то запахалось. Жуть. И вот я запомнила желтая дверь. И следующая уже визаж. Все, идем. Я не опоздала. Вот. Хорошо здесь сходить. Туалет. И вот то самое место. Вау. Вот такой туалет. Я в шоке. Какой у меня макияж. Видите, как у меня приклеены ресницы. У нас такие образы, конечно. Кринж. Полный. Полный, да. Ресницы, особенно и боюсь, что они отвалятся просто. Я вот тут буду чувствовать. А, блин. Мы прошли моих родителей. А, ну, вот, короче, вот такие образы прикольные. Родители мои нас уже отвезли. Смотрите, какие ямы. Да. Не упасть бы лицом в эту черту. Так. Подними. Вот сюда. Вот мы уже пришли в студию. Вот так вот она выглядит. Вот Настя нам дали задание клеить эту трубу желтой бумагой. Ой, там кто-то идет. Короче, работаем. И вот. И вот. Песня уже на всех платят. Ожидается, что у нас везда после приехала полпы и пишется на педис. Вот меня. Хорошая. Хорошо, больше не надо. Да. Класс. Вот как проходит съемочный процесс. Они пытаются закрепить вот эти штучки. Вот Настя стоит такая, красивая. Вот я. Стукли сваливаются. Вот так. Вот мы уже заканчиваем. Уже темно. Я уже переоделась. Теперь. Не знаю. И вот я уже дома. Я уже смыла макияж. По крайней мере, вот это вот осталось. И это не отмывается. Потому что мне прокрашивали слизистую. Это было, во-первых, неприятно. Во-вторых, вот, ну, как бы видно, что не совсем стерлась. Что могу сказать об этом дне? Он был достаточно интересный, насыщенный. Я надеюсь, влог получился хороший. Из плохих новостей я, походу, заболела. Я, когда собиралась ехать к визажисту, я почувствовала себя плохо. Ну, вообще, как проснулась, я чувствовала себя плохо. Как будто у меня слегка ломает. Померила температуру 36. Давление, в общем, было нормально. Только пульс 110, при норме 70. Угу. Вот. Но как бы я не стала на этом заострять внимание, и как бы поехала. Визажист, когда мне делали вот эти афрокудри, вообще шикарные просто, я поняла, что мне еще хуже, что меня прям конкретно начинает ломать. Я такая, ладно, мне надо выдержать. А у меня была идея не поехать. Я понимала, что подведу людей, и все-таки поехала. И вот потом, ну, как бы вся фотосессия, когда меня папа уже забирал оттуда, я понимала, что все. Вот просто. Я была на такой грани, что я сейчас просто отрублюсь и больше не открою глаза. Вот реально было такое чувство, что вот сейчас все. Реально. Как бы сейчас я уже выпила чай, фервекс, у меня температура поднялась до 37,5. То есть, да, я все-таки заболела. Я надеюсь, я никого не заразила. Пожалуйста, не будьте равнодушны к своему здоровью, потому что, ну, и не ходите больными по школам. Это особенно. Потому что вот я начала себя плохо чувствовать с пятницы как раз, ну, когда ходила в школу. Ну, как бы понятно. Все понятно. Ну, так что всем пока. С вами была Викунтос и мой клевый видос. Почаще бы фотосессии, да, и блогов. Но только в хорошем самочувствии. Так что всем пока-пока. До новых встреч.